На информационном табло пока еще старые расценки. 50 рублей в час за парковку в центре. Для многих эта цифра уже стала психологически привычной. Но скоро в местах с максимальной загрузкой улиц расценки поднимут до 70 рублей и привыкать придется заново. Это дорого, я вам так скажу, потому что даже 50 рублей для кого-то это дорого. Да лучше, чем вот крутиться, я полчаса ездил, чтобы место найти, пока не нашел платную стоянку. Пусть лучше будет хоть 50-100 рублей, но ты будешь стоять и спокойно не придешь, потом за 3000 машину выкупать. Я стараюсь не пользоваться, я стараюсь быстренько-быстренько уехать, уложиться в те самые 15 минут. Ровно год назад, в феврале 2016-го, власти отчитались о коммерческом успехе проекта муниципальных платных парковок. Правда, по обнародованным данным статистике стало понятно, что основной доход проект получает не от добросовестных платильщиков, а наоборот, за все время существования проекта на штрафах удалось заработать 107 миллионов рублей. Когда программу только запускали, многие автомобилисты сетовали на неадекватно завышенные расценки. В пример, приводили московские улицы, где при несравнимо высоких доходах населения цены от 60 до 100 рублей. С другой стороны, значит, смотрите, если, значит, вот сейчас мы где-то пытаемся в каких-то местах повысить арендную плату, то, значит, в других местах, где спроса мало, получается, надо снижать цену? Это закон рынка? Гибкую систему тарифов, по примеру, Москвы ведут с марта и в Казани. Так, в местах с меньшей загрузкой, например, на улице Камала, Кудяково или Нариманово, цена за час составит 30 рублей. Вот сейчас сегодня тариф у нас на этих парковках, о которых я сказал, он обеспечивает загрузку 95-100%. То есть это говорит о том, что люди гарантированную парковку не могут иметь там, то есть приезжая, припарковаться не надо. Получается, чем выше цена за парковку, тем, очевидно, меньше она продлится. Но другой актуальный вопрос – пропускная способность улиц. У нас установлены детекторы транспорта на улицах, на светофорных объектах. Соответственно, они считают количество автомобилей и их среднюю скорость. Расширение зоны парковочных мест – требование комиссии FIFA перед грядущим чемпионатом. Уже в первом квартале этого года в Казани должно появиться 1390 машин и мест. Проект потребует порядка 35,5 миллионов рублей. Эмили Сламов, Алмаз Заядинов, ТНВ, Казань.